Я рад приветствовать вас всех здесь, в Доме Молитвы. Мир вам! Я хотел бы продолжить то, что начал Василий Яковлевич, о том, чтобы мы проверяли себя. Каждый смотрел, что я собой внутри представляю. Не физиологически, а духовно. Я думаю, что каждый из нас хотел бы быть именно теми людьми, которые описаны в послании Римлянам, 8 глава, который читал Василий Яковлевич, 28, 29 и 30 стих, где говорится о том, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Каждый из нас хотел бы быть вот тем, кого Бог предузнал, тех, кого Он предопределил, тех, кого Он призвал, тех, кого Он оправдал и тех, кого Он прославил. Знаете, что статистика говорит о том, что верующие люди, которые живут в городах, они более богобоязненные и более, скажем так, может быть, святее, нежели те, которые живут в деревнях или в селах. Проблема или причина в том, что в селе ты находишься на виду, и все тебя видят и знают. В городе это не так заметно. Вы знаете, очень хорошо быть человеком богобоязненным и святым, когда никто не знает, что ты собой представляешь внутри. И тема, о которой я хотел сегодня поговорить, она записана во 2-м послании Коринфианам в 12-й главе. Но прежде чем мы коснемся вот этого стиха, 7-го стиха, я хотел, чтобы мы поговорили про автора этого послания, это апостол Павел. Мы все знаем из посланий о том, из деяний о том, что апостол Павел был человек весьма ревностный в служении Богу, и он не останавливался ни перед чем для того, чтобы донести Евангелие людям. Его цель в жизни была, как написано в 1-й Коринфианам 4-й главе, «Подражать Христу». Вот это основная цель его жизни. Именем Иисуса Христа апостол Павел исцелял больных. Он избавлял их от физических недугов, и также он им показывал путь, новый путь, через который люди должны были идти к Иисусу Христу. Но были случаи, когда он зрячих делал слепыми. Были случаи, когда апостол Павел воскрешал. Это было в городе Траада, когда он воскресил мертвого. Жизнь апостола Павла, она была напрямую связана с постоянным движением и соприкосновением с людьми разного рода и с разными проблемами. Были люди, с которыми он сталкивался, которые были одержимы. Были люди, которых нужно было избавлять от этих злых духов. Когда мы, люди, сталкиваемся с проблемами или нуждами других людей, мы реагируем по-разному. Если мы считаем себя христианами, мы стараемся соответствовать именно этому званию, этому положению, мы проявляем снисхождение или внимательность и переживаем за ближних, стараемся откликнуться на их нужды, на их просьбы. И это все правильно. Нам со стороны, смотря на то, как проходят наши братья или сестры, или какие-то, может быть, нам незнакомые люди, определенные переживания, нам со стороны порой кажется, что все нам понятно и последовательно. И если мы рассуждаем о чьих-то искушениях или испытаниях в жизни, зачастую мы считаем, что знаем, почему это происходит в его жизни и какова причина той или иной ситуации. Но когда мы сами, люди, попадаем в такого рода ситуацию, в такое положение, мы очень часто принимаем неправильные решения. И когда мы стараемся понять причину, почему это происходит со мной, или выйти из этого положения, мы не можем. Причина в том, что мы не до конца понимаем сущность Бога. Давайте мы посмотрим, как действовал апостол Павел в таких ситуациях. Второе коринфианам, давайте откроем, 12 глава 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, данно мне жало вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Если мы читаем выше эти пару стихов, то апостол Павел говорит о том, что у него было очень много откровений от Бога, но он не акцентирует свое внимание на этих откровениях. он говорит о том, что это не столько важно, потому что из-за этих откровений у него появляется определенная гордость. «Да, она мне жала вплоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Этот стих мы, если кто-то помнит, мы проходили, когда были служения по изучению книги «Деяния», и мы вскользь коснулись этого стиха. Но о чем апостол Павел говорит тут и про какое жало вплоть? Некоторые богословы считают, что касательно переживаний за церковь в Коринфе, апостол Павел, когда отсутствуя телом, он отсутствовал с ними там, но зная о том, что по его отшествию из этой церкви пришли другие люди, которые начали вносить определенную смуту и пытались исказить то учение, которое принес апостол Павел. Они пытались внести определенные нотки законничества. И зная это, апостол Павлу доставляло это большие переживания и трудности, и он ничего не мог с этим поделать. Другие же считают, что жало вплоть подразумевается конкретный недуг в физическом теле апостола Павла. К примеру, вот такой недуг, как проблема со зрением. Если мы читаем Галатом, 4 глава, 12 стих, он обращается к этой церкви и говорит, «Прошу вас, братья, будьте, как я, потому что и я, как вы. Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнушались им, а приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блажены, свидетельствуя вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Исходя из этого стиха, многие считают, что зрение было причиной беспокойств апостола Павла. Я сегодня никого не буду склонять к первому или ко второму варианту, потому что, что мы прочитали во втором Коринфянам, здесь не говорится точно, о чем говорится, о чем подразумевается. Дух Святой не дал конкретных разъяснений в этом тексте, но то, что написано, то, что мы прочитали, это важно, и мы должны из этого извлекать определенные уроки. Давайте посмотрим, что можно взять из этого стиха, что мы прочитали, седьмой стих. Первое. У апостола Павла были определенные трудности и были переживания. Второе. Это было очевидно, что в этом был замешан сатана. Третье. Именно дьявол был причиной его удручения и беспокойств. И цель была в том, чтобы Павел не превозносился, если говорить нашими словами, то лишить его гордости. Давайте на место Павла сегодня применим, поставим это к современному миру или каждому из нас. Трудности, разочарования, смерти близких, смерти невиновных людей, смерти детей, войны, эпидемии, катаклизмы. Это то, что представляет сегодня наш мир. Кто в этом виноват? Дело в том, что мы живем в двуполярном мире. Мы чувствуем холод, мы ощущаем жару. Мы знаем, что есть верх, есть низ, есть север, есть юг, есть запад, есть восток, как написано в 102-м псалме, ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа к боящимся его. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наши. Все, с чем мы сталкиваемся, есть противоположность всему. Есть любовь, есть ненависть. Есть добро, и есть зло. Если сегодня спросить людей, чего в мире больше? Наверное, большинство людей ответят, что зла. Или, может быть, посчитают, что они равны по силе. Исходя из этого, мы всегда и во всем видим две крайности. И по силе они почти равны. А иногда даже, может быть, нам кажется, что зло преобладает. Но как нам быть и как поступать, если наша жизнь, хотим мы или нет, проходит через вот такого рода, может быть, долину и испытаний. Как нам быть? Можно использовать метод, который записан в 1 Петра 5 глава. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостоите ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Глядя на сегодняшний мир, люди просят и молят Бога о том, чтобы Он помог им в борьбе против дьявола. Но вы знаете, что борьба против дьявола изначально это проигрышный вариант. Апостол Павел знал об этом. Мы прочитали в 7 стихе. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил Его от меня». Как так? Сатана доставляет неудобства и проблемы, а апостол Павел молит Бога о том, чтобы Бог его избавил. Ответ прост. Как я уже говорил, в нашем понимании мир двухсторонен и почти равносилен, но в духовный мир он отличается от нашего. В духовном мире есть только один всемогущий и великий Бог. Он альфа и омега. Он начало и конец. В нем заключено все. Он единственный, кто знает все атомы и молекулы нашего организма. И не только нашего организма, но и всех людей и всего живого, что мы видим. Он даятель жизни всему. И стоит ему только отвернуть свой взгляд от земли, как все превратится в хаос и тьму. Бог не создал нас, людей, поместив здесь на земле, потом он отлучился на время, и, может быть, кто-то думает, что изредка он наблюдает, как дела у нас, у людей. Нет. Он тот, кто не ограничен в знании, в мудрости, в величии, и его присутствие не ограничивается только церковным зданием или церковным помещением. Наш Бог сегодня присутствует здесь, на этом месте, через Духа Святого. И если мы оставим это место, мы уйдем, это не говорит о том, что мы ушли от его лица, от его взора. Об этом знал апостол Павел. Поэтому он для решения своих тревог и неудобств, своих, может быть, каких-то переживаний, он взывает напрямую к Богу. Он не пытается воевать с дьяволом или выгнать его, или как-то изгнать, или ограничить его действия. Нет. Он призывает к Богу. Он взывает к Богу. Это единственный правильный путь решения этой проблемы. Вы спросите, тогда получается, что Бог является центром вселенной. И это так. Все верно. Тогда выходит, что и войны, и катаклизмы, болезни, и вообще все зло, что есть в мире, в этом виновен Бог? Такие вопросы вы можете услышать от неверующих людей. Но сам вопрос, он изначально неправильный. Потому что Адамова природа ищет виновных во всем. Адамова природа ищет виновных. Вспомните Эдемский сад. Но новая природа человека, возрожденная через жертву Иисуса Христа, ищет волю Божию во всем. Это полная противоположность. Есть моменты, когда Бог испытывает, и есть случаи, когда Бог допускает быть в нашей жизни тому или иному искушению. И если мы обеспокоены нашим отношением с Богом, то даже если упали, мы будем как можно быстрее налаживать свои отношения с Богом. Но если мы споткнувшись и мы ничуть не обеспокоены или вообще мы не считаем, что мы находимся во грехе, то это падение. Наша природа ничуть не изменилась от Адамовой. И мы находимся на опасном пути. В этой же книге 1 Петра 5 глава 6 по 7 стих и так смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Если мы действительно рождены свыше, то мы никогда не будем искать виновных в том, что происходит, а наоборот видеть во всем Божью волю. Может быть и не всегда с легкостью принимать, но понимая, что Бог все контролирует, и мы будем полагаться только на Него. Но тогда как нам быть с 9 стихом 2 Коринфианом этой же главы? Тут же ясно написано «противостойте». Само слово нас побуждает взяться во все оружие и идти войной против чего-то или против кого-то. Но Писание говорит, что наше противостояние должно быть через твердую веру. Это как? Вы пробовали когда-нибудь что-то делать, к примеру, что-то печь или что-то строить? И если кто-то в этом процессе, когда вы что-то делаете, вы знаете, что вы делаете, вы уверены в этом. Если кто-то подойдет в этот момент и начнет говорить говорить или сбивать вас с толку, у вас есть два пути, два варианта. Вы переключаетесь на этого человека и объясняете ему или доказываете ему, что вы знаете, как это делается, и в конечном результате ваш процесс замедляется, может быть, он останавливается, а может, и вообще он рухнет. Второй вариант, вы еще больше сконцентрированы над тем, что вы сделаете, не обращая внимания на человека и вы доделываете дело до конца. Какой путь вам более предпочтителен? Вот что-то подобное и с этим. Священное Писание говорит нам о том, чтобы мы в противостоянии с дьяволом концентрировались на наших отношениях с Богом, проверяли нашу веру, противостоите твердой верой. Проверяли нашу веру и нашу надежду и упование на Него, на Бога, утверждаясь через Священное Писание. Если трудности или, может, нападки сатаны, смотри на Бога, на Его обетование, на Его Слово, только так можно устоять и можно пройти этот жизненный путь. Но стоит нам только переключиться на враг душ человеческих, что Он в принципе и ожидает, мы потерпим урон. Вы только вдумайтесь, сколько сегодня людей воюет с сатаной, в молитвах вымаливая у Бога силы и средства, не понимая о том, что победа на Голговском кресте заключалась не в битве с дьяволом, а в искуплении человечества. Да, дьявол претендовал на души людей, но Сын Божий Иисус Христос заплатил своей жизнью через жертву в умилостивление за грехи наши Богу. 1 Иоанна 4 глава «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Только Святой может быть привлечен и находиться в присутствии Божьем. Мы не были святыми. Но через святость Иисуса Христа мы имеем такую привилегию. Великий Бог называет нас Своими детьми, те, кто не были достойны и тени Его славы. Мы имеем сегодня твердую надежду на то, что мы можем находиться в Его присутствии. Вы только представьте, кто такой всемогущий Бог и кто мы. Его любовь, она позволила нам сегодня обращаться к Нему с полным осознанием, что ответ обязательно не замедлит. Ответ придет. Но вопрос в другом. А готовы ли мы к этому ответу? Как мы будем реагировать, если ответ будет, может быть, нам неудобен? Апостол Павел дождался ли ответа в своей просьбе? Мы читаем в 9 стихе. Но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Получил ли он тот ответ, о чем он молил? Он получил ответ, но не тот. Он трижды молил, это значит, что просьба была настолько сильна, и этот вопрос был для него реально больным, но он согласен был на все, и Божий ответ был, к сожалению, не таков, как он себе представлял. у нас людей бывает такое. Когда мы приносим в наших молитвах Богу может быть какие-то щепетильные нужды, больные для нас, какие-то темы, то, что реально разрывает наше сердце от боли, и мы не видим другого пути, как только через то, что мы просим. И если наша просьба будет удовлетворена, вот это единственный выход. Мы так себе представляем. Но когда мы получаем ответ, не такой, как мы просили, как нам быть, как можно это объяснить у апостола Павла. Давайте представим такую картину. У апостола Павла действительно были реальные проблемы в его организме. К примеру, если мы возьмем даже ту же самую проблему со зрением, он понимает, как важно зрение, чтобы можно было легко передвигаться, для того, чтобы можно было утверждать церкви, чтобы Евангелие распространялось, тем самым выполнять Божью волю. А тут мало того, что он не видит, что составляет определенные трудности, есть еще и какие-то боли, которые не дают покоя. Это проблема, да, конечно, это проблема. И какая еще? Он просит Бога о том, чтобы он избавил его от этого. но ответ был отрицательный. Почему? Это можно понять только спустя много лет после смерти апостола Павла. Апостол Павел на тот момент не мог понять, почему именно так. Если проблема была со зрением, она лишала возможности быстрого перемещения из города в город, порой была вообще невозможна. И решение было только одно. нужно было найти человека, который бы мог под диктовку писать письма церквам. Сколько церквей было образовано апостолом Павлом и сколько городов он посетил за свои четыре путешествия. Священное Писание говорит, что несколько церквей в Малой Азии и Европе были организованы и было более 15 крупных городов апостол Павел посетил. Через 10 лет после того, как было написано второе послание Коринфианам, апостола Павла приговорили к смертному, был смертный приговор, так как он был римским гражданином, то его не распили, а его обезглавили. А теперь кто может сказать, сколько церквей было утверждено после смерти апостола Павла, основываясь на послание римлянам, коринфианам, филиппийцам, эфисянам и многим другим за последние 2000 лет. Тысячи, а может и больше. То, что Павлу казалось единственным правильным решением, Бог повел его совсем другим путем. Ему было это не понять. Но именно этот путь позволял утверждать тысячи церквей после смерти апостола Павла. Исаия, 55 глава 8 стих Мои мысли не ваши мысли не ваши пути мои пути говорит Господь но как небо выше земли так пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается но напаяет землю и дает ее способную рождать и произвращать чтобы она давала семя тому кто сеет и хлеб тому кто ест так и слово мое которое исходит из уст моих оно не возвращается ко мне тщетным но исполняет то что мне угодно и совершает то для чего я послал его пусть всемогущий Бог через Духа Святого поможет сегодня каждому из нас дойти до конца нашего пути остаться ему верным сохранить веру до конца и надежду на Бога преодолевая все испытания и все искушения которые случаются в нашей жизни став тверже в вере и ближе к Богу но если и есть такие моменты то взвать к Богу и Он даст силы давайте мы встанем на наши ноги и будем молиться аминь к Богу